Проект документа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов представил глава города Сергей Панчин. Одним из главных условий формирования финансового документа стала его открытость. Я заверяю уважаемых жителей города Ульяновска, бюджет перспективный, бюджет дает сегодня право нам надеяться на комфортное проживание на территории города Ульяновска. Проект бюджета готовился в непростых экономических условиях в период пандемии коронавирусной инфекции. Однако в нем нашлось место и дополнительному образованию, и культуре, и спорту. Нужно не только победить пандемию, но и суметь выйти из этого состояния обновленными. Бюджет этим требованиям отвечает. И поэтому сегодня мы должны составить программы развития каждого микрорайона. Программу «Мой округ», которая, объединяясь, вот таким образом формирует программу «Мой город» и становится частью большой губернаторской программы «Мой регион». Здесь объединяются усилия бюджетов и регионального, и городского, и, конечно, те средства, которые поступают в рамках национальных проектов. Расходная часть бюджета составляет 11 миллиардов 715 миллионов рублей. Доходная – 11 миллиардов 415 миллионов. Заинтересованные граждане и ответственные лица уже ознакомились с распределением статей и вполне их одобряют. Я являюсь работником сферы культуры, поэтому очень интересуюсь вопросом финансирования отрасли культуры. Очень важно, что в 2021 году произойдет финансирование отрасли культуры, например, а в 2021 году произойдет ремонт Дома культуры в поселке Пригородном. Также в собственность города Ульянска будет выкуплено здание бывшего кинотеатра «Аврора» и появится Дом культуры на месте этого кинотеатра. Кроме этого, в Ульяновске будет продолжена реализация национального проекта «Культура». Модернизируют библиотеку номер 17, отремонтируют ДК 1 мая. В незабытые общественные пространства реконструкция ждет парки «Семья», пригородный Владимирский сад и другие. Развитию детского спорта тоже уделены средства. Следующий год будет годом детского спорта в Ульяновской области. Это очень серьезная перспектива для того, чтобы в очередной раз поднять вопрос о детях, о их будущем, о их здоровье и возможностях. Очень здорово, что регион, правительство, губернатор уделяют этому вниманию. Забота о детях в финансовом документе касается не только спорта. Будут отремонтированы школы, построены детсады. Есть и другие формы поддержки. На меры социальной поддержки в проекте бюджета заложены 154 миллиона 200 тысяч рублей. Это деньги пойдут на обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных, многодетных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении, на поддержку воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей. Также все мы знаем, что в исполнении послания президента с этого учебного года, с сентября месяца, все наши школьники с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием. Основными принципами при формировании проекта главного финансового документа города стали реализация национальных проектов, исполнение указов президента, увеличение размера оплаты труда, а также реализация главных направлений деятельности, обозначенных губернатором Сергеем Морозовым. Предусмотрены средства на развитие гражданского общества, поддержку общественных организаций, территориального общественного самоуправления и укрепление межнационального единства в городе. По итогам публичных слушаний, горожане одобрили проект бюджета на 2021 год. Окончательное принятие документа намечено на 9 декабря.